Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 июля. Житие преподобного Отца нашего Дия. Родиной преподобного Дия была Антиохия Сирийская. Он происходил от христианских родителей, был воспитан в благочестии, с юности стал совершать постеческий подвиг. Наставленный богодохновенными мужами на добродетельную иноческую жизнь, много боролся с невидимыми врагами, с дьяволом и с более близким врагом собственной плотью, вводящей душу в соблазн. Дьявол он побежал постоянной молитвой, а плоть свою одолевал постом и бодрствованием, и многими другими трудами всячески умерщвлял тело свое земное, порабощая плоть духу. Ел он очень мало, и то не каждый день, но через день или два, а часто и целые недели проводил без пищи и без сна. Покорив себя таким воздержанием, победив врага духовного, он достиг высокой степени бесстрастной жизни и сделался чистым жилищем Святого Духа. Селилась в Него благодать Божия, и стал он человеком сильным и в деле, и в слове. Творил чудеса, многих наставлял на спасение, и славился через Него Отец Небесный. Он прожил довольно долго в Антиохии. Потом Бог повелел ему в видении идти в Константинополь, чтобы принести людям еще больше пользы. Сначала он не верил в видении и боялся, нет ли тут какой-нибудь козни от дьявола, ибо знал, что и дьявол может преобразить себя в ангела света. Но когда во второй раз было ему тоже Господнее явление и повеление, а кроме того ему был показан и самый город тот, в котором он никогда не был, а именно в видении он увидел весь Царьград, как он есть, тогда он повиновался воле, делающего все на пользу, и оставив Антиохию, прибыл в Царьград. Войдя в город и увидев святые Божьи церкви, дворцы и прекрасные городские строения, он удивлялся. Все это он видел в откровении, показанном ему Богом. А тут он убедился, что видение, которое он имел тогда, когда был в Антиохии, было истинно. Ходя не только по городу, но и по окрестностям, он нашел одно пустынное место за городом, на котором находились древние языческие могилы, и жило много бесов. Прохожие очень боялись этого места из-за бесовских привидений и ужасов. Но ему оно понравилось, и вооружившись силою крестной и молитвою, словно оружием против бесов, он поселился там, построив себе маленькую хижинку. Нельзя пересказать всех беспокойств, которые ему причиняли бесы и днем, и ночью. Они беспрестанно нападали на него в разных странных привидениях, желая его испугать и прогнать с того места. Но он, как храбрый воин царя небесного, призывая страшное для бесов имя Христово, мужественно сопротивлялся им, не чувствуя боязни, и побеждал их. Желая узнать, благословляет ли Господь его жить на этом месте, Он помолился об этом три раза единому в Троице Богу, и, взяв свой сухой посох, воткнул его в землю со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Если этот посох произрастет здесь и пустит корни, то и я останусь здесь». Бог же, исполняющий желания боящихся его и принимающий их молитвы, услышал молитву угодника своего и исполнил его просьбу. Сухой посох он оживил влагой, и принялся посох, пустил корни, выросли у него ветви, и начал он понемногу расти, пока в течение нескольких лет не вырос в большой дуб, который впоследствии после смерти преподобного стоял не одну сотню лет, но много, пока просветало правоверие в христианстве. Преподобный гений, увидев, что сухой посох принялся, понял из-за этого, что воля его Господа – жить ему на этом месте. Он еще крепче вооружался против бесов, очищая это место от их скверных привидений и ужасов. Долго боролись с ним бесы, но не могли одолеть его и прогнать с того места, и бежали сами оттуда, как побежденные и обращенные в бегство. Очистив таким образом своими молитвами это место от бесов, святой жил в нем по-ангельски, словословие Бога день и ночь, получая пищу промыслом Божиим. Потом стали про него узнавать люди, окрестные жители, увидев, что старец поселился на таком страшном месте, мимо которого и проходить опасно, сначала удивлялись, а потом начали приходить к нему. Увидев, что у него нет ничего в келье, стали приносить ему необходимое, а он наставлял приходивших к нему в пути спасения и пользовал их боговдохновенными словами. А тех, что ему приносили, тем угождал приносящих, а также кормил низких и приходящих странников. Особенно пронеслась о нем слава, когда он по благодати Божией, жившей в нем, начал исцелять болезни, и стало стекаться к нему множество больных, и он скоро давал им не только телесное, но и душевное здоровье. К телесным болезням, как лечебный пластырь, он прикладывал молитву, а душевные раны перевязывал полезным учением, приводя в умиление и убеждая каяться. В то время царствовал благочестивый и христолюбивый царь Феодосий-младший, 408 по 450 год, внук Феодосия Великого. Устаха во преподобном Дии, он сам пришел посетить его. Он удивился его образу жизни и его нестяжанию, и умилился благодатью душеполезного учения, исходившего из уст его. Еще поделился он и сухому посоху, который принялся и из которого выросло дерево. Он приказал на свои царские средства поставить там церковь и построить монастырь, чтобы преподобный отец начальствовал там над многими, руководил ими на путь к спасению. А святейший патриарх Аттик уговорил преподобного принять священнический сан. Таким образом угодник Божий Дий стал игуменом, собравшись к нему братья, славным учителем всех, кто приходил к нему, чудесным врачом души и тела, и был полезен всей столице. А обитель его сделала спокойным пристанищем для тех, кому некуда было преклонить голову. В обители не хватало воды, так как место то было безводное, и воду носили издалека. Поэтому братья просили преподобного позволить выкопать колодец в монастыре, не только для монастырских нужд, но и для пользы приходящих. Святой согласился на их просьбу. Долго копали колодец и выкопали уже глубоко, но воды все не было. Место было холмистое и каменистое. Братья были в отчаянии. Рабочие хотели прекратить работу, так как воды уже перестали ждать. Тогда преподобный пришел и взял заступ, велел опустить себя в колодец. Когда его опустили до половины колодези, он велел остановить корзинку, в которой его спускали, и ударил заступом три раза в земляную стену, произнеся имя Пресвятой Троицы. И точно слышал обильный источник воды. Едва успели вытащить вон рабочих со дна колодези. Так быстро стала прибывать вода и наполнять колодезь. Все удивлялись этому чуду и славили Бога. Один из рабочих, стоя наверху и видя, что вода течет из земляной стены, не поверил и сказал другому тайно, что старец волшебством каким-нибудь сделал так, что потекла вода, ибо он помышлял про себя, как это можно, чтобы на самом дне не нашлось воды, и вдруг сверху из стен она потекла так обильно. При этих словах его внезапно постиг суд Божий. Он поскользнулся, упал в воду и утонул. Узнав об этом, прибежала с рыданиями его жена и начала кричать на преподобного и упрекать его следующими бранными словами. — Не приходил бы ты выше сюда, старик, волшебник, соблазнитель, губитель! — Погубил ты бы его мужа, вот я сама убью тебя с себя, чтобы грехи нас обоих были на твоей душе! Много еще оскорбительного сказала она среди воплей и крика. Преподобный же стал утешать ее кротким голосом и говорил, — Подожди немного, женщина, надейся и возьмешь отсюда своего мужа. Женщина еще более рассердилась и кричала, — Лживый монах! Откуда ты мне достанешь мужа? Неужели ты воскресишь мертвого? И, бросившись на преподобного, она схватила его за одежду, желая разорвать ее на нем. Тогда братья вступили, схватили ее и выгнали за монастырские ворота. А святой сказал братье, — Оставьте ее! Это не она оскорбляет нас, а бес, который ее научает и который скоро будет посрамлен помогающей нам благодатию Божией. Сказав это, он велел искать в воде утонувшего человека. Его нашли и вытащили вон. Он лежал мертвым. Чудотворец-угодник Божий Дей пошел к нему, прилежно помолился Богу, взял за руку мертвеца и поднял его с земли живого. Призвав жену, он отдал ей мужа. Ужаснулась жена, увидев мужа живым, и всех объял страх от этого чуда. Жена же вместе с мужем ушла домой. На дороге, не дошедшей до дома, внезапно у ее, только что воскрешенного мужа, подкосились колени. Он упал на землю и снова умер. Увидев, это жена затрепетала от ужаса. Она боялась, как бы ее Бог не наказал своим гневом, как бы и она не упала и не умерла. Она возвратилась в монастырь с плачем и рыданием, бросилась в ноги преподобному и просила прощения. «Честный отец, моего мужа, сказал она, Бог, воскрешивший по твоим молитвам, опять умертвил за грехи мои». Из всех объял еще больше страх от дивных и неведомых судеб Божиих. А преподобный уговорил женщину остальную жизнь проводить в покаянии, оплакивать свои грехи. А братью послал с приказанием предать ее мужа погребению. Преподобный сотворил много и других чудес, силы и действия всесильного Бога. Но они остались нам неизвестны, потому что за давностью времени и вследствие различных часто случавшихся гонений на церковь и разорений Царьграда много книг погибло, и до нас дошло то немногое, что мы рассказываем о преподобном Дии. Чудотворец жил долго. Уже в глубокой старости он заболел и был при смерти. Созвав братью, поучал ее и, причастившись к божественных тайн, сделался словно мертвый, без движения, не дыша. Все, думая, что он умер, стали оплакивать его и готовиться к погребению. Прибыл и святейший патриарх Константинопольский Аттик, и случайно бывший тогда в городе патриарх Антиокийский Александр. Собралось много и других именитых лиц духовных и светских, желавших похоронить святого с честью. Он же, словно проснувшись, и встав в постели, сказал, «Бог мне дал еще 15 лет жизни». И стал он здоровый, и все радовались возвращению из врат смертных, потому что всем он был полезен, со святителями вел духовную и богомудрую беседу, царям был молитвенником и ходатаем к Богу, и ищущим спасения, был образцом добродетельной жизни, грешников приводил к раскаянию, больных исцелял, странникам давал приют, нищих кормил, и каждому помогал во всякой нужде. Преподобный Гий был всем для всех, каждому помогая и словом, и делом. Для всякого он был как бы родным отцом. Прожив данные ему Богом 15 лет в обычных постнических трудах, пользуя души многих и являясь светом миру, он приблизился к концу своей земной жизни. Однажды он вошел в церковь помолиться в святой алтарь, и видит, явился ему какой-то светлый муж, одетый в священнические ризы, и сказал ему, «Исполнилось время твоей жизни, и настало время перехода тебе в жизнь нескончаемую. Приготовься расстаться с телом и отойти к Господу». Преподобный поклонился явившемуся ему мужа и горячо поблагодарил Бога за такое извещение о смертном часе. Потом созвал братья и обратился к ней с последним поучительным словом и относительно своего погребения и завещал не позволять, если кто захочет, брать его тело в город, но похоронить в своем монастыре. Потом, приготовив все нужное к своей доброй христианской кончине, помолившись довольно о всех и о себе самом, и простившись со всеми в последний раз, он увидел перед собою ангела Божия и отдал ему с радостью свою честную душу. Так представился к Господу преподобный Отец Наш Дий. Царь и патриарх хотели перенести его честное тело в город, на защиту городу. Но монахи передали его завет не полагать нигде его тело, кроме монастырской гробницы. Не смея нарушить завета старца, они исполнили его волю и придали его честное погребение в его обители, славя дивного святых Бога, единого в Троице, Отца и Сына и Святого Духа. Ему же и от нас честь и слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Конфина преподобного Дия последовала в 430 году. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова